На отгробе Пелагея Гурейкиной, с которой начался мой дилетантский интерес к мемориальной культуре, потому что вот наш участок рядышком, я убирал его по весне и увидел здесь текст, ну, какие-то крохи текста, которые были видны, и посидел час с мягкой щеткой, потер его. И вот появилась надпись, что здесь покоится почившая Пелагея Андриановна Гурейкина, скончавшись в возрасте 40 лет, 28 апреля, кажется, 1867 года. Вот, это, конечно, все дико несправедливо, что женщины в те времена умирали такими молодыми. Можно благодарность Пелагея Гурейкина передать за то, что мы занялись этим лапидарием. Это вот все она. Лапидарием журналист Никита Гирин называет экспозицию образцов старинной письменности, выполненной на каменных плитах, в том числе на надгробиях. И вот здесь все сложилось словно пазл. Если эту подклеть разрушенного храма законсервировать и сделать навес, она станет выставочным залом для обнаруженных кучек мусора древних плит надгробий. Это очень характерный и хорошо изученный орнамент с так называемыми каннелюрами. Вот такие желобки с арочными завершениями. Это очень позднеантичный такой мотив, родственный мотиву аркады. А аркада – это самый устойчивый декор погребальных сооружений в европейской традиции. А поскольку русская мемориальная культура развивалась в ногу с европейской, немножко поспевая всегда за ней, то ничего удивительного, что орнамент в итоге в 16 веке, в конце 16 века, в середине 16 века приходит и на Русь. По расстоянию между вот этими арочками, по комбинациям других поясов декора, вот насечки, треугольники, в зависимости от того, как они вырезаны, искусствоведы определяют, датируют эти камни с точностью до четверти века, иногда даже до десятилетия. Вот таких надгробий, датированных 17 веком, практически в целости в стране сохранилось немного. Здесь, в Ижевском, их два. Скорее всего, на кладбище они попали с другого, более древнего некрополя. В Петровские времена такие надгробия вовсе использовались в качестве материала для фундаментов, и потому сохранилось их немного. Между тем, подобные памятники заслуживают отдельного внимания и изучения, ведь они в том числе рисуют портрет людей, живших несколько веков назад. А значит, и нашу с вами историю. С течением времени трансформируется и мемориальная культура. Безмолвные свидетели каменной плиты 18-19 веков тому подтверждение. Вот, например, надгробия неизвестной женщины 19 века, исполненная в барочном стиле. Имени, к сожалению, нет, но есть две трогательные эпитафии от мужа и детей. Вот, на одной из них написано, что этот мавзолей поставлен таким-то, таким-то с детьми, их супруги и матери, а с другой очень забавный обвинительный тон. Да как-то смело нас оставить сиротами, и вообще вот надо было подумать вообще-то сначала, чем такое делать. В 18 веке на могильных плитах писали от лица умершего, который, обращаясь к живым, с иронией напоминал о скоротечности жизни. Надгробие крестьянина Кузьмы Фетисова. Такое вот крестьянское ижевское надгробие. То есть это первый год работы этого кладбища, 1789-й, когда построили Казанскую церковь, к которой это кладбище относится. И в этот же год умирает Кузьма Фетисов. Ему вот ставят такой барочный саркофаг с вот такими барочными волнами и с ироническими эпитафиями. Вот одна из них гласит. Читатель, камень сей не честь не доставляет, но он тебе напоминает, что, совершив и ты число известных дней, вселишься в хижину, подобную моей. Сколько еще имен всплывет из глубины веков, сколько еще подобных старинных надгробий удастся обнаружить тайно. А вот вопрос, что с ними делать, решился, можно сказать, сам собой. Одновременно с расчисткой древних саркофагов Никита отвоевывает у времени и мусора остатки очень интересного храма. Еще не так давно здесь располагалась кладбищенская церковь, посвященная Тимофею Прусскому. Возвели ее крестьяне, которые выкупили себя у барина. Цоколь Тимофеевской церкви был сложен тычковой кладкой. Это когда кирпич выходит наружу самым своим маленьким торцом. Это очень красивое такое мелкое зерно, очень какое-то ритмичное и такое, и при этом и плотное, и динамичное. Церковь действовала до 1962 года. По слухам, сразу после страшного урагана, который разрушил деревянные шатры изящного храма, его закрыли. Закрытым он простоял на кладбище до 2016 года, постепенно ветшая. И вот когда деревянные конструкции стали представлять угрозу прохожим, местные власти решили разобрать и сжечь остатки церкви. Однако кирпичная подклеть, цокольное помещение храма сохранилось. За шесть лет основания успели завалить мусором и землей. И вот теперь ежедневно Никита Гирин методично, метр за метром, расчищает то, что осталось от символа освобождения ижевских крепостных. Чудом сохранились некоторые деревянные элементы. Скажем, Никите удалось собрать целое окно. Вот так оно выглядело. И возможно, эта рама еще послужит в будущем в качестве инсталляции. Но пока что первоочередная задача, что называется законсервировать сооружение, а затем вдохнуть в него новую жизнь. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».